Здравствуйте, дорогие друзья! Сколько времени не виделись, я уверен, что вы по мне соскучились. Я, во всяком случае, по вам и вашим комментариям, по советам, даже по хейтерам соскучился. У нас прошел гастротур. Мы попутешествовали по Таиланду, посмотрели и север, и юг. Съездили на острова и повстречали рассветы, провожали закаты, наслаждались морем. Очень теплым, кстати, теплым. Прям вообще горячим морем. Кайфовали, пробовали разную еду. В большей степени, конечно, фастфуд, потому что Таиланд – это уличная еда. Потому что мы все знаем, в ресторанах готовят все то же самое, в большей степени. Авторских ресторанов очень-очень мало, их нужно искать. Поэтому мы питались на улицах. Очень вкусно, очень разнообразно. И, конечно же, посещали кулинарные школы. Ну, для того, чтобы, так сказать, не понаслышке, а воочию убедиться и научиться готовить тайские блюда. Понятно, что у меня была база. Я ее подкрепил сейчас в Таиланде с помощью вот этих кулинарных школ, рынков, всего прочего. Нашего гида Андрея. Спасибо ему огромное, преогромное за то, что устроил нам такой офигительный, интересный, познавательный тур. Не только с точки зрения еды, но с точки зрения храмов. И вообще, когда ты ездишь по стране, у меня были комменты, люди писали, мол, типа, о, нифига, как дорого. И люди, которые были в туре, они, вот спросите их, и они скажут вам, это тех денег не просто стоит, это вообще получилось крутейшее путешествие. Ну, да ладно, давайте вернемся к нашему блюду. Сегодня у меня, конечно же, тайское блюдо. Я из Таиланда припер ряд ингредиентов. Но, вы знаете, в Москве есть практически все из этого. Все практически. Кроме одного. Значит, у нас в Москве, да и вообще в России тяжело найти такое обилие видов базилика, как в Таиланде. В Таиланде их там четыре, как минимум. Поэтому в этом блюде должно быть два вида базилика. У меня будет один базилик. Просто базилик зеленый. Красный он, он райхон, риган, риган, риган. Мы его не используем, мы используем зеленый базилик. В идеале можно было бы взять зеленый базилик плюс мяту, потому что они используют там базилик тайский и базилик сладкий. Но сладкий базилик, он такой очень пряный, как будто бы скрещенный с какой-то лимонной травой. Хотя лимонных вкусов здесь будет достаточное количество. Тайский суп называется томсаб. Томсаб. Он с курицей, соответственно, на курином бульоне. Не пишите мне в комментариях, что, мол, типа, для того, чтобы приготовить это блюдо, нужно иметь куриный бульон. Да, насварите куриный бульон, купите костей, и у вас будет куриный бульон готовый к тому, чтобы использовать в разных супах. Или наморозьте и бросьте его в морозилку. Так, значит, в чем заключается подготовка? Вешенки, грибы. Лучше, конечно, в идеале, в тайском варианте. Это соломенные грибы, так называемые straw mushrooms. Но они такие же, по сути, безвкусные, как и вешенки. Поэтому вешенки прекрасно подойдут для этого супа. Причем вешенки – это грибы, которые в Таиланде, например, в 100 раз популярнее, чем шампиньоны. В Европе шампиньоны, у нас шампиньоны, а там вешенки сплошные, везде, в каждом блюде вешенки. Поэтому, в общем, я почти что ни капли не отступаю от оригинал рецепта. Значит, вешенки нужно разобрать на вот такие вот, на соломку, да, руками просто берем, рвем. Это самая распространенная техника не только в Азии, но и в Европе. Теперь мне нужно, как бы это правильно сказать, распечатать лист кафирского лайма. Лист лайма, он имеет две половинки и в середине вот такую вот ниточку, да. Вовнутрь складывают, как тайцы учат. Сложите вовнутрь, потом возьмите за веточку и оп, резко дерните. Вот веточка, а вот две половинки. Они, бывает, разрываются полностью, бывает не полностью. Но суть вот этого движения в том, что мы нарушаем вот эти вот клеточки. Разрываем вот в этих местах лист. И он издает тот самый аромат тайской кухни. На аромате кафирского лайма вообще построено все, потому что он практически во всех блюдах идет. И никакой том-ям не получится у вас того оригинального вкуса, если вы не имеете листьев лайма. Значит, буквально четыре листочка. Не надо мельчить, ничего. Просто вот дернули, активизировали аромат. Дальше. Имбирь. Ну, имбирь популярная вещь не только, скажем, в Азии и в России. Буквально четыре кусочка имбиря сюда же. Я из Таиланда привез галангал. Галанга. Галангал. Как его только не называют. Но вот такой корешок можно купить у нас. Если вы живете не в Москве, то можете поискать по интернету сутки в вакууме. Его привозят, ничего с ним не случается. Он не перемораживается, не портится. Я в свое время, когда работал еще в доставке еды, в магазине доставки еды, я помню, что у нас мы технологами проводили эксперименты. Корень галанги в вакууме, спокойно на фуре, едет трое суток, очень далеко от Москвы. Даже при плюсовой температуре. Галангал или галанга, это вообще несоизмеримо важный элемент тайской кухни. Несколько кусочков. В моем случае раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я нарезал. Так, теперь лимонник. Лимонная трава, лимонграсс. В простонародье просто лимонник. Из Таиланда чаще всего тайцы впаривают, типа, берите в пакетах сушеный. Конечно, в сушеном вообще никакого ни вкуса, ни аромата. Но русские туристы берут, везут. Вместе с ботвой небольшой кусочек шинкуем. И редкий ингредиент, сразу хочу сказать, пиро из жопы совы, вот оно выглядит вот так. Это карачай, корешок, который имеет аромат и вкус, схожий имбирю и галангалу. Зачем его добавляют, история умалчивает. Потому что можно, конечно, обойтись и без него. Лучше с ним. Лимонник и лист кафирского лайма тоже схожи по своей ароматике. Но я думаю, что это особенности той страны, в которой все это растет. И люди привыкли использовать то, что им дает земля, природа, ну и, соответственно, локальный продукт. Да, чуть не забыл. Для тех, кто все время ругается, что ролики мои очень длинные, что я очень много всего объясняю и так далее. Мы делаем новый канал, который называется Гаджет Шеф. Точно так же, как мой сайт. На котором будем делать короткие ролики. Где будут только руки, доска. Ну и, соответственно, я голосом буду озвучивать, что нужно делать, в какие... И, соответственно, такие, знаете, как бы... Одна-двухминутный ролик, в котором собрано блюдо. Блюда простые, конечно же. Я понимаю, что вы не готовы к ресторанам и к каким-то таким вещам. Здесь, на этом канале, мы будем периодически, раз в сто лет, давать какой-нибудь эксклюзив ресторана или еще чего-нибудь. А там простые блюда. Но зато минутка-две вы быстренько посмотрели, приготовили. Все, у вас там удобство. Ну и, соответственно, пожалуйста, заходите, подписывайтесь, смотрите. Ссылку я оставлю там, внизу, в описании. Лайм у нас отдельно. Значит, чили перчик. Все знают, что тайская кухня. Это вот эти вот птичьи язычки. Маленькие узкие перчики, которые в Таиланде все шинкуют и добавляют. Вы знаете, отличие вот в чем. Я в Таиланде три недели пробыл. Я нормально ем эти перцы. Здесь они катастрофически жгучие. То ли от погоды, то ли от всех ароматов. Здесь все по-другому. Поэтому я беру не птичий язычок, а птичий глаз. Вот этот вот пири-пири перчик. Сушеный у меня есть. Нам главное достичь остроты, потому что у маленьких острых перцев вкуса как такового, как у болгарского, или, например, как у халапени, нету. Нам важно достичь остроты. Маленькие два перчика, этого будет достаточно. Значит, лайм. Без лайма это у нас будет потом приправка в конце. Я его просто пока раскатаю, надавливая плотно рукой. Раскатываем. Во-первых, рука пахнет лаймом, а во-вторых, он становится мягкий и отдает больше сока. Теперь все мега просто. А, ну, курицу я потом нарежу, как бы, произвольно кусочками, никакой хитрости в этом нет. Варю там на одну порцайку, ну, на две, может, максимум. Вот этого объема хватает на две порции, но если вы сделаете четыре, то, как бы, ничего особо не изменится. Лучок я предпочитаю всегда резать вот так вот, хотя тайцы настаивают и говорят, нужно делать вот так. Для любого супа. Ну, давайте так сделаем часть, потому что, когда лук более-менее нарезан, он хотя бы как-то съедобный. А когда вот эта вот плюшка какая-то, блин, попадает в ложку, конечно, это не очень. Так, куриный бульон. Чаще всего его разводят водой, чтобы не было высокой концентрации куриного вкуса. Либо нужно варить бульон такой, знаете, из костей, с небольшим количеством там мяса и вообще куриной субстанции. Бульончик, водичка развели, до кипения доводим, да. Сразу же бросаем туда все наши ингредиенты. Карачай, лимонник, галангал. Значит, чуть-чуть имбиря, да, и лист лайма. Сразу же добавляем, нет, грибы потом, грибы, курицу чуть позже. Грибы, курицу и базилик в самом конце, и все. Значит, доводим до кипения и слегка подсаливаем. Учтите, что мы будем потом рыбный соус добавлять, но щепотку, знаете, надо. Вот прям капельку совсем надо, надо, надо обязательно. По факту это вообще один из самых простейших и один из самых вкусных супов. Потому что, несмотря на то, что многие мне скажут, там кокосовое молоко, многие супы идут с кокосовым молоком, сами тайцы и тайские повара говорят, кокосовое молоко мы стали добавлять для туристов. Потому что для них кристально чистые, кисло-острые супы, ну вот Европа вся и Россия и так далее, к азиатским вкусам не очень привычно. Поэтому мы стали добавлять кокосовое молоко для того, чтобы смягчить эти вкусы. Кусочек курицы. Вообще в Таиланде все готовится из грудки. Реально, все супы, везде грудка одна. Грудка вата. Грудку не люблю, поэтому я здесь взял кусок ноги. На вкус это не повлияет, это повлияет только лишь на текстуру мяса и на вкус самого мяса. Все это нарезается тоненькими пластинками, для того, чтобы в конце потом быстро сварилось. Режу причем со шкурой. Кто любит без шкуры, берут без шкуры. Кто любит грудинку, грудку вернее, тот использует грудку. Значит, как только супец закипел, бросаем сюда курочку. Если курица даст пенку, значит нужно эту пенку снять. Но вы это без меня знаете. Сразу же добавляем грибочки. Тут по сути есть-то что? Бульон, курица, грибы. А, ну и базилик. Все. Перчик. Должно быть остро. Но так как мы находимся в России, и вы находитесь в России, то вы знаете свои предпочтения по остроте. Готовьте в меру. Остро так, как нравится вам. Все, кипит. Базилик. Листочки отделяем. А стебельки, которые тоже могли дать вкус, в Таиланде категорически не используют. Вот, хоть убей. Нет, курица особо не дает никакой пенки на вара. Кусочек маленький. Чего ее здесь мучить? Досточка. Ну и, соответственно, как только супчик прокипел буквально 2 минуты, значит, нужно его довести до вкуса. Во-первых, щепотку сахара. В Таиланде используется пальмовый сахар. Но вот, поскольку мы были, вообще никто, короче, не морочится с этим пальмовым сахаром. Ничего там его не топит, не разбивает. Используют все обычный тростниковый сахар, потому что в таком обилии вот этих вот ароматных травок-муравок, там как ты определишь, что это пальмовый, не пальмовый. Они у них прям стоят, вот такие чашки в ресторанах везде. Сахар себе берешь и добавляешь. Значит, сок лайма. Вкус Таиланда – это, конечно, кислота. И учтите, что вкус этого супа, том саб, должен быть кислым, соленым, острым и чуть-чуть сладковатым. Если кислоты не хватает, значит, суп неполноценный. Выдавливаем лайм сухой. Именно лайм должен быть, потому что тайская кухня – это лайм. У них там, они его называют лимон, но он зеленый, но вообще это лайм, конечно, не лимон, ни капли. Все, выдавливаем. Потом можно будет довести по вкусу. Если вы никогда не были в Таиланде, многие скажут, я не был, как бы, как я пойму, какой должен быть вкус по кислоте. Вот он должен быть реально кислый. Реально. Не чересчур, а просто активная кислота должна чувствоваться. Вы едите, и вы понимаете, что он кислый. Такие супы варятся на один раз, никто их там особо не хранит. Неделями. Рыбный соус. Две столовые ложечки. Без рыбного соуса никуда. Вообще никуда. Да, и теперь кто, соответственно, профессионалы азиатской кухни, профессора, кто пишет мне уже в комментариях о том, что это томкха, суп с курицей, я вам скажу нет. Отличие в том, что, во-первых, в томкха не кладется базилик, а во-вторых, он очень похож, как и все остальные супы. Но базилик это главное отличие, главнейшее отличие. В томкха кладут кинзу. Теперь смотрим. О, лайм какой, сухой достался. Сейчас что-то вообще не сезон лайма. Бегал в панике, искал, короче, лайм. Думаю, как же я без лайма-то буду. Ни в одном магазине нету. Базилик. Во. Все, суп готов. В принципе, может быть такой вариант. Вот вы, когда наварили уже, скажем, бульон с коренями и с листвой, вот он у вас прокипел, все ароматы отдал, попробовали, чувствуете, все насыщенный. Берете такой совочек, выкидываете все, потом добавляете все съедобные ингредиенты и уже, так сказать, доводите. Но в тайском варианте вот эта вся шелуха должна быть в тарелке. Мучайтесь, как хотите, крутите, но вот должно быть именно так. Я прям вообще все время матерился. Типа, как же, вот эти корешки-то, их же вообще невозможно есть. А нет, тайцы не парятся. Быстренько накидали всего, подкипятили. Зато все готовится из-под ножа и все готовится там вот 5-7 минут. Это, кстати, очень удобно, все ингредиенты. Бац, 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 там все порезали, пожулькали, побулькали и все. Базилик дополняет. Вонючая рыбная субстанция вступает в контакт со всеми остальными ингредиентами и, конечно, дает тот самый результат. Я даже себе... Я не успел, правда, прилетел вот буквально 2 дня назад. Сейчас перцев свежих куплю, вот этих вот маленьких острых. Нашинкую и залью их просто рыбным соусом. Эта приправа стоит везде. В Таиланде везде ее дают для того, чтобы добавлять себе в супы. Особенно хороша. Вот такой вот... Сейчас, подождите. Очень, очень сразу же прилетаешь. И, так сказать, мягкий переход из Таиланда в Россию. Это как раз вот такие вот яркие по вкусу, острые, кислые, солоноватые, сладковатые супы, как в Таиланде. И я думаю, что каждый из вас вообще с легкостью приготовит. На вопросы, чем можно заменить карачай, имбирь, галангал, вешенки, курицу, базилик и рыбный соус, Я скажу так, просто налейте себе борща и поешьте, и не парьтесь.